МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Егор, прежде чем мы начнем наше интервью, мы бы хотели тебе передать подарок, который ты забыл, я не помню, оставил на премии Жара Медиа Эворд. Хочу обратиться к девочке, которая рисовала вот это. Янчик. Янчик. Она мне писала где-то, по-моему, в социальных сетях. В мессенджерах. В мессенджерах. Чтобы не промахнуться. И очень переживала, забрал ли я ее подарок. В итоге я попросил очень сильно ребят, чтобы они его забрали. И вот сейчас вот все классно, он у меня. Все у нас. Даже, более того, там открыточки есть еще всяческие, чтобы Янчик тоже не переживал. Давай прям посередине поставим. Как оплот женской любви. Ну что же, расскажи, что у тебя там было с Медведем? Что за какие-то отношения лесные? Вау, это было безумно круто. Ну мы приехали туда просто поснимать ролики, но я могу сказать, что это было очень страшно, во-первых. Сначала какое-то неописуемое ощущение у тебя. Ты вроде бы понимаешь, что, ну, мне сказали, он ручной, он как кошка, ничего не будет. Но ты понимаешь, что он весит 400 килограмм. И даже если он захочет с собой просто поиграть, как маленький котенок, шансов будет немного на выживание. И мы с ним потом начали играть в мячик, мы играли в догонялки, в квадратик. Главное, чтобы он тебя не догнал. В квадратик был, в квадратик. Медведем был воды. И когда вот эта вот махина на тебя бежит, я не знаю, ты вспоминаешь все свои моменты в жизни сразу вот так вот просто. Ну было круто. То есть это просто для соцсетей вы сделали некий контент. А вот смотри, ты вообще очень часто придумываешь всяческое инфоповоды. И вообще это ты сам их придумываешь или это вместе с командой? То ты памятник строил там возле... Я памятник себе воздвигни рукотворно. Ну на самом деле мы работаем вместе с командой, но памятник это было такое, знаешь, очень спонтанное решение. И мы вот сидим вот так вот просто пьем чай, тот же самый. Сидим. И у меня просто в голове такое. А давайте поставим памятник в центре Москвы. И все такие, ну сначала какая-то странная очень идея. А потом такие загорелись. Ну блин, это будет весело. И мы не думали, чтобы сделать из этого какой-то хайп, там диссонанс. И нам просто было прикольно, весело в моменте. Слушай, а какие еще такие поступки ты делал? Или может быть, знаешь, даже, наверное, хотел бы сделать, но еще не сделал из инфоповодов. Было такое? Например, все продумал, все, но вы решили все-таки этого не делать. Опасно. Я скоро буду делать, надеюсь, если позволят погодные условия, потому что я чуть запоздал с этой идеей, уже выпал снег. Но после зимы, если что, я этим обязательно займусь. Я нашел огромную команду лучших каскадеров вообще в России, которые делают более ста трюков. Я выбрал самый опасный. Я хочу на скорости 160 км в час взлететь на машине с трамплина. Я могу видео тебе показать, как это со стороны выглядит, но это вау. То есть ты будешь за рулем? Просто разложиться на машине, да. Ты просто решил быть каким-то Томом Крузом, который выполняет все свои трюки с романом? Просто я был еще на съемках у Димы Гордея, и там Бигфут проезжал по машине. И я такой говорю, а давайте туда лягу. Я думал, что я туда лягу, и там каркас будет, ну все безопасно. А я туда ложусь, смотрю, нет каркаса, говорю, а где каркас? Они говорят, да нормально, все будет, короче, ложусь просто. Но это было тоже безумно страшно. Ребята тебя очень любят. Скажи мне, пожалуйста, вот все твердят о твоей смене образа. В чем она заключается для тебя? Что меняется-то? Я, наверное, просто взрослею, особо ничего не меняется. Прям как-то на 180 градусов. Ну вот косички я себе сделал, потому что мне нравится. На прошлое интервью ты приходил с дредами, в этот раз с косичками. Что же будет дальше? С дредами? Да, ну это несколько лет назад было, ты приходил. У тебя были дреды такие. Да, это я помню. Сейчас у тебя косички так. Ну не знаю, я как-то, что поменялось во мне, это, наверное, я просто стал чуть более спокойный, чуть более сосредоточенный. И вот эта вот детская потихонечку неопределенность, она осталась, она до сих пор есть, но как-то с ней уже как-то легче справляться. Более уже уходишь такое, знаешь, в взрывомыслие. Ну это круто, наверное, но я очень боюсь потерять своего ребенка внутри себя, поэтому я его никогда в жизни не выпущу. Не отпустишь? Не отпущу. А то выпустить-то иногда надо. Выпустить иногда надо, но не отпущу. Скажи мне еще, пожалуйста, а бокс, зал ты стал активно заниматься? Что, почему вдруг что-то, качаться начал? Я стал активно заниматься, я стал качаться, да. Я ездил, у меня есть мой старший брат, так сказать, который дерется в хардкоре, Захара мой, я ездил с ним на сборы, проходил неделю сборов. Мы занимались каждый день по две тренировки, бокс, кросс. И эта неделя, во-первых, я чуть-чуть отдохнул от социальных сетях, от жизни вот этой вот всей самотохи. Я реально занимался спортом, мы вовремя ложились спать, кушали правильную пищу, и через неделю я почувствовал себя вообще, ну, состояние было абсолютно другое, более того, что даже лицо просто изменилось банально. Лицо было свежее, как будто я, не знаю, я всю неделю спал и отдыхал. Да у тебя сейчас оно свежее, или это гриб? Сейчас оно подкрашено чуть-чуть, я все равно, вот вчера, допустим, я в 6 утра только поехал домой со студией, вот, и так происходит каждый день. Офис, студия, съемка, потом съемка в одну социальную сеть, в другую, в третью, и, ну, нет времени отдохнуть вообще. Скажи мне, пожалуйста, а вот бокс-то занимался, а вообще ты в детстве, или вообще, может быть, недавно ты когда-нибудь дрался? Приходилось драться? Слушай, приходилось, и очень достаточно часто, к сожалению. Кто был инициатором? И недавно было. Слушай, там разные, на самом деле, были моменты. Инициатором конфликта я не был. Но инициатором драк я периодически был, становился. Это чаще всего происходило в каких-то клубах ночных, с каким-то непонятным обществом, которое просто подходит, лишь бы до тебя докопаться. Но я за этим теперь буду грамотно следить и стараться... И бить сразу? Нет, наоборот, этого я делать не буду. Стараться следить за собой, потому что часто в последнее время я начал появляться в участках. О, да, ты что там? Там уже твоя фото. Добрый вечер. Совсем недавно? Я думаю, месяца... Месяца два назад. А где? Там, где-то в территории Рождельской. О, да? Где-то в самом центре. Где-то в самом центре. Угу. Победил? Слушай, там вообще все очень сложно было, но там сложно было проиграть. А тебя... Смотри, а в этих драках тебя узнают, что ты Егор Шим? Или просто ты, допустим, бесят твои косички? Вот именно с этим персонажем я не помню. Там вообще очень странно все это началось. У меня тогда еще косичек не было. У меня были волосы крашены. И я стою в очереди в туалет, подходит тип такой, и он матом начинает говорить, типа, ну, в контексте того, а ты что здесь, короче, стоишь крашеный? Я такой поворачиваюсь, говорю, простите. Ну и все, началось. Переходим к теме творчества. И первый вопрос про твой недавний трек «Мишка». Такая лиричная работа, очень лирическая, да, очень душевная. Я бы даже сказал, что это больше не песня, а рассказ. Рассказ, да. Да, скажи, это рассказ о самом себе. Ты сам это писал? Писали... Писал этот трек три человека. Я в том числе, конечно же. У меня изначально... Эту песню вообще я написал три года назад, но она была чуть-чуть о другом тогда, чуть-чуть другими словами, но это была эта песня. Вот. Сейчас мы собрались на студии, я записал это, перезаписал так, как было. Я слушаю это, я понимаю, что мне не нравится. Я понимаю, что такое я выпускать не буду, потому что, ну, уже пропал тот вайп, то настроение, с которым я подходил к микрофону. И, ну, смысл вообще потерялся. Поэтому мы приняли решение переписывать куплеты. Вот. И мне очень помогало писать куплеты Лалли. Там еще девочка одна, Вика Крабкова. Но мы сделали это всегда все вместе. Слушай, это твой новый вектор такой? Теперь Егор Шипота лирик или бунтарь? Вернется? Егор Шипота точно не лирик. Ну, я считаю, что не каждый человек лирик, но каждый лирик человек. Знаешь, не в каждом человеке есть вот этот лирик. Вот. Но он должен, он должен, короче, он не лирик, но он в нем должен присутствовать, этот лирик. Все равно, где-то какая-то грань, чуть-чуть должна быть. И вот сейчас я выпустил два крайних своих релиза. Это был грустный материал. Это был первый рэп про любовь. И второй – это песня Мишка. Она, я так скажу, рассказ обо всем. Дальше будет движняк. Дальше будет веселая музыка. Танцевальная. С настроением праздника. Я не знаю, сколько это будет продолжаться, но следующие релизы два точно будут веселые. Потом, возможно, дадим еще чего-нибудь другого. Подожди, ты сказал, что трек «Мишка» был написан три года назад. Где-то тобой. Это с чем-то связано? Потому что «Мишка» три года назад. Как-то я неожиданно свел пазл. Как будто бы это твои интернетовские времена. Возможно. Ну вот песня у меня, она так и начиналась, как сейчас начинается. Но сейчас я ее сделал как рассказ. А до этого в песне вот это «Почему все люди злобны? Почему кричат без повода? Почему?» Чтобы просто улыбнуться, им нужно свернуть горы. Изначально это было началом куплета. Это мы потом это уже переделали. Вот. Но потом я раскрывал чуть-чуть другую тему. Не буду говорить какую тему. Раскрывал другую. И поэтому я сейчас решил это переписать. Потому что уже как будто... То есть изначально в треке фигурировал как основной персонаж, что Мишка Ники, правильно? Или это он стал подпозже? Там Мишка, он... Как тебе объяснить? Он фигурировал как олицетворение просто человека, который знает, что он вот есть у ребенка, у него всегда есть медведь. И он вот когда, до тех пор, пока у него есть этот медведь, он беззаботный, у него нет проблем, у него нет... Все, главное, что ни с какими Мишками ассоциаций нет, там известными у кого-то и так далее. Но сейчас нет. Сейчас Мишки нет. В том треке, да, это было, возможно, где-то. Потап. А с кем бы ты хотел записать фид? Как ты думаешь вообще? А может быть, будет ли среди этих танцевальных уже фид? Будет. О, будет как раз? Но я не скажу. Им не говори, мне скажи. Хорошо. Короче, только никому не рассказывай. Хорошо, парень, девушка, сразу группа. Парень, парень. Парень, парень. Парень, очень популярный парень. И парень таких, который делал и делает музыку, у которого есть огромнейшие хиты, вот. Но он не, короче, у него не молодежная музыка. А, не молодежная? Да. То есть он сильно старше тебя? Ну нет, он не сильно старше меня, но песня есть у него одна, которая прям, ну, вообще там, я не знаю, еще в 2010-х, наверное, гудела просто по всей стране. Ух ты. То есть это, получается, уже такое двух поколений трек будет? Да, вот. А это кавер или это что-то новое? Мы будем делать, мы возьмем песню за основу. Да. И мы сейчас уже начали заниматься, мы перебили бит, сейчас будем его чуть-чуть делать, ну, там, современные звучки какие-то добавлять, потому что они все равно звучат по старому. Вот, но, скорее всего, хитовую мелодию из припева мы убирать не будем, потому что брать хит и переделывать его мелодию – это глупо. А этот, о чем его главный хит? Ну, там, в какое направление? Ты не хочешь, да? Ну, конечно, Егор, это моя работа. Слушай, я пока не помню, надо вспомнить. Хотя бы нет, просто про любовь или нет? Про девушку, про любовь, про тусовку, ну, там про все. Про все? Да. Ну, ладно, будем ждать. Нифига не, очень интересно, но нифига не понятно. Так, скажи, пожалуйста, а какие-то выступления в ближайшее время будут тебе какие-то? Может, сольный концерт или какой-то? У меня… Егор Шип 2.0, там, ребрендинг. У меня вот, на самом деле, концерты не заканчиваются, сейчас я вернулся из Великого Устюга, завтра, сегодня ночью я улетаю уже в Самару, возвращаюсь из Самары, улетаю в Сочи, возвращаюсь из Сочи. У нас два концерта в Москве, потом после Москвы у нас, там, короче, Крым, после Крыма Ташкент, ну, короче, концертов много, но таких прямо, знаешь, каких-то больших, именно про шоу имею в виду, шоу пока что не планируется, но концертов много. Скажи, пожалуйста, а в каких, может быть, самых необычных, странных местах или какие-то необычные странные мероприятия были, на которых ты выступал? Мне очень понравилось мероприятие в городе Липецк. Почему? Потому что я когда туда ехал, я очень сильно переживал, что никто не придет, потому что я думаю, ну… Как ты девочка из интернета. Да. Я всех позвал, а не пришел. Да, всех же позвал, а не пришел на встречу. Я переживал очень сильно, что никто не придет, потому что из артистов я был единственным, кто там выступал. Время было позднее, будни были, и была огромная площадь там на огромное количество человек, и я думаю, ну, вот сейчас стрёмно будет, короче, не заполнить даже 30% этой площади. Ну, когда я проснулся, начал одеваться, я просто выглянул в окно отеля, понял, что у отеля уже стоит тысяча человек, наверное. Огромное количество. Мы еле-еле как вышли из отеля, доехали до площадки, и в итоге пришло 20 тысяч человек, и это было вау. По сути на тебя? Да, по сути на меня, и они все пели в унисон, и это было очень крутое мероприятие, которое я, наверное, долго запомнил. Так, Егор, ты не раз в своих интервью упоминал, что лейбл «Блэк Стар», участником которого ты являешься, если вдруг кто не знает. Лучший лейбл «Саря». Вот, всегда оказывает тебе поддержку. А как изменилась твоя жизнь, когда ты там, собственно, оказался? Вот именно для тебя как она изменилась? Что поменялось? Единственное самое важное, наверное, что поменялось, это отношение, наверное, к работе, потому что это все-таки огромный крупный лейбл, на который, допустим, лично у меня в команде, я даже не знаю, сколько человек, если считать, там, пиар монтажеров, отдел видеоконтента, там, СММ, бухгалтера и так далее, там в команде каждого артиста, наверное, по человек 80. Вот, и это все заставило как-то чуть-чуть по-другому, иначе чуть-чуть более усердно стараться не прокалываться в каких-то моментах и относиться вот к делу уже как к чему-то серьезному и к карьере как, ну вот, прям как к карьере. Раньше у нас просто все было по приколу. Там засняли видосик, выложили, ха-ха-ха, хихи, весело, классно, собрали просмотры, и ты об этом вообще ничего не думаешь. А сейчас это уже, ну, это уже карьеры. Это уже просто. Все структурировано. Да. Так, какой самый мудрый или нужный совет тебе дал Пашу за время твоего пребывания на лейбле? Он мне миллион советов дал. Самый первый совет, помню, который он мне давал, когда у меня был, короче, должен был быть первый концерт, и я волновался жестко. И он говорит, запомни, когда ты перестанешь волноваться перед выходом на сцену, тогда ты перестанешь расти. Я люблю всегда твою интонацию. Она добавляет такой, знаешь, эпичности. Если бы был непрямой эфир, я бы добавил какой-нибудь музыки. Я так люблю, когда... Цитатки Джейсона с Тетхом Дагея. А какой-то жизненный был совет? То есть про артистизм понятно. А какой-нибудь жизненный такой, знаешь, отцовский какой-то такой. Ну вот, чего ты лезешь туда? Может быть, допустим, никаких девок? Нет, такого он точно не сказал бы никогда. Вот. Так. Ну, наверное, большую часть его советов было про то, что нужно относиться к своей карьере здесь и сейчас, так как к самому важному, что вообще есть сейчас у тебя. Потому что если ты сегодня будешь так не относиться, завтра, ну, не завтра, понятно, через какое-то время, это все восполнится, и ты потом себе спасибо скажешь за то, что вот если бы я сегодня не собрался, этого всего бы не было. А с кем из артистов на Лэбле ты находишься в самых близких отношениях, что, например, он мог бы среди ночи ему позвонить, и он бы тебе ответил и сбросил бы? С Де Роузом, со Скрипником, с Натаном. Почти всех уже перечислил. С Лэйм, да мы вообще все там в таких братских отношениях. У нас есть огромная беседа, где находится 17 артистов, и там артисты Лэйба Блэк Стар, артисты Саб Лэйбла, артисты Лэйбла Изба, там «Три дня дождя», «Лали», и там все в этой беседе, мы постоянно, и Пашу, и Вальтер там, мы все постоянно угораем, скидываем мемасики. Я помню, я три дня назад скинул туда мемасик, и через секунду Вальтер покинулась в чат, и я очень переживал, что ему просто мем не понравился. Так, хорошо, слушай, давай попробуем узнать что-то еще более интересное и глубокое из ваших взаимоотношений с некоторыми из участников Лэйбла в нашей рубрике «Кто из них?». Вот, собственно, тут ты, Скрипник, Кока и Натан. Я задаю вопрос, ты просто отвечаешь. Let's go. Кто из вас самый талантливый? Так, 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 так. Нужно одного выбрать, или я могу сказать, что все талантливые? Ой, Егор, если ты так будешь говорить, я могу... Все безумно талантливые, но самый талантливый Натан. Ух ты, хорош. Он, я объясню свою позицию, он поэт, он большой поэт, у него есть огромное количество стихов, и я, во-первых, он не читал эти стихи, и несколько из них, я попросил его себе отправить, я их иногда перечитываю, это вау. У него есть стих, который называется «Революция, это ты». Это вау, это очень круто. Поэтому вот так вот. У кого из вас больше фанатов? У... Ну, наверное, у Клавы. У Клавы. А кто из вас чаще опаздывает? В целом. Я. Это мы поняли. А кто из вас более мудрый? Натан. Угу. Кто из вас креативнее? Угу. Креативнее? Клава, наверное. Угу. Треки кого из вас есть в твоем плейлисте? Натанна Скрипника. Коку не слушаешь? Клавы тоже. Ну, давно какие-то были. А, я вот недавно скачал песню однажды. Просто восхитительная песня. Я ей написал, я говорю, вау, Клава, это очень круто. А свои, кстати, слушаешь песни? Свои тоже слушаю, особенно. Крайне. Ну, я люблю, знаешь, чуть-чуть забыть песню. Просто ты с момента, когда ты ее написал, до момента, когда вы релизнулись, проходит там месяц-два, и тебе уже начинает надоедать просто. Ты каждый день ее заслушиваешь, вносишь какие-то правки. И потом через какое-то время ты уже думаешь, как-то она по-другому стала звучать. Не так ярко, как вот, когда мы ее писали. Поэтому я даю себе немножко время подуспокоиться, и потом начинаю переслушивать. Угу. Кто из вас главный сердцеед или сердцеед? Ну, конечно же, Егор Шип. Уф, ну, конечно же. Кто из вас хуже всех питается? Ну, конечно же, Егор Шип. Ну, кстати, я более-менее начал следить за питанием. Так, тогда это кто? У нас нет таких, кто плохо питается, у нас все на спорте. Выкрутился. Кого из вас больше любит Пашу? Я думаю, Натана, потому что он самый мудрый, самый взрослый из нас. Ну, нет такого, что он больше всего любит. Наверное, он больше всего к нему бы прислушался там в каком-то моменте. А любит он нас безумно всех. Так. А кому из вас больше достается от Пашу? Конечно же. Думаете, я сейчас скажу Егору Шипу? А вот нет. Раньше был Егор Шип, но сейчас, в последнее время, люлей очень часто получает Кирилл Скрипник. Да, да. Должны были про Кирилла хоть как-то выделить отдельно. А за что, интересно? За что? Ну, например. Я, кстати, не знаю, за что. Ну, может быть, неправильно распределяет свою какую-то инициативу, потому что мы все... Ну, ладно, Натанна и Коку не буду брать, они уже большие музыканты. Но мы со Скрипником пока только идем через этот твернистый путь. И мы больше сейчас, конечно, за контент отвечаем. И мы снимаем контент, но нам этого не хочется делать. Нам не хочется снимать контент, и мы хотим музыки. Мы хотим музыки, 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 музыки. Но нам четко дают понимать, что так не бывает. Нужно это все делать плавно и аккуратно. С чем мы безумно согласны. Но бывает такое, что, знаешь, не хочется просто ничего делать, и хочется сидеть писать музыку. Из-за этого мы иногда получаем люлей. Да, что не делаете контент, а делаете только музыку. Ну, то, что вообще не хотим просто ничего снимать, и нам скидывают. Давайте вот это снимем. Да нет, это нам не нравится. Но скрипник, хотя я не знаю, мне кажется, ему пора цветочную уже открывать. У него в каждом рилсе он кому-то дарит цветы. С кем из вас чаще всего фоткаются? С Клавой, наверное. Кто из вас первым покинет лейбл? Я думаю, что... Я думаю... А я не знаю, просто... Реально не знаю, кстати, сложный вопрос, потому что я не знаю, во-первых, насколько контракты у ребят. Но я во всех ребятах уверен, что когда у них закончится контракт, все будут его продлевать, потому что нам просто по кайфу. Кто из вас самый чувствительный или ранимый? Ты? Ну не знаю, либо я, либо скрипник. Да ну ты. Ну, возможно, ладно. Но когда-то был, по крайней мере, я не знаю. В последнее время просто не было никакого инцидента, который ранил бы меня как-то сильно. Но я его очень сильно жду. Так, не так давно ты запустил собственное шоу в интернете, называется «Секретное свидание». Вот расскажи о нем, ведь, если я правильно понял, то ты помогаешь парням и девушкам познакомиться как можно ближе, отправляя их на какое-то определенное свидание. Правильно? Я помогаю парочкам, у которых есть либо проблема в отношениях, либо нет средств на свидание, либо у них это просто первое свидание, и они хотят попробовать начать отношения. То есть в любом случае. Я считаю, что это очень классный и крутой формат, потому что я очень хочу кого-нибудь свести. С себя не получается, помогу другим. То есть такая сваха. Сваха. Ну, типа купидончик такой. Купидончик. Это очень вкусно, купидончик. Скажи, а в этом шоу будут принимать часть только медийные личности, или ты будешь… Нет, не только медийные, но медийные тоже нужны, понятные, для того, чтобы сейчас шоу просто подраскрутилось. А так я вообще хочу брать подписчиков, подписчиц со своими историями, которые будут мне писать, говорить, объяснять, почему именно им я должен помочь организовать «До свидания» и вот это дело, потому что там настоящие живые эмоции. Круто. Скажи мне, пожалуйста, вот в конце первого выпуска как раз девушка отказала парню. Ну, как бы… Короче, там было так, что Паша Дворецкий, он реально безумно сильно влюбился. И он это делал от чистого сердца. И он параллельно, я его уговорила снимать это все ко мне в выпуск, потому что как раз у меня запускалось это шоу, вот. И он очень сильно переживал то, что она подумает, что это все ради хайпа и так далее, и так далее, и так далее. Но, когда она начала это все транслировать сама, она сама каждый, каждый, каждый этап транслировала в социальные сети какие-то неопределенные. Транслировала в социальные сети. Мы поняли, что ладно, давай снимать шоу, ну ничего такого не будет. И до самого конца она не подавала никакого виду, делала вид, что все круто, все классно, все, мы считали, все идет по плану. Потом, как только мы отстали это шоу, она просто перестала ему отвечать, сказала, что Паш, адьос. Но, как оказалось, просто параллельно у нее там программа какого-то курса была, и поэтому все стало понятно. То есть в итоге она воспользовалась Пашкой? Пашу жалко. Воспользовались им, получается, все в этой ситуации. Ты и она, Пашка, держись. Все блются, Паша плачет. Я, мы, Паша. Скажи, пожалуйста, вот как раз девушка, так сказать, отказала парню, а когда им тебе отказывала девушка в свидании, в знакомстве? Свидание? Я на самом деле не так, не хожу на свидание, короче. Понятно, но когда-то же ты там знакомился, например, с девушкой, она говорила, фу. Было такое? Ну не фу, а просто нет. Отказывали тебе девушки? Вижу, что да. Скажи, это медийные были девушки? Смотри, в знакомстве? Да. Нет, в знакомстве я просто не знакомлюсь, хотя ладно, познакомился. Но я познакомился просто потому, что мне было интересно, что за человек, а не потому, что у меня там какие-то планы и так далее. Я вообще, у меня такая политика, что я не пойду на свидание, если не готов прям к очень серьёзным отношениям. Вот такая. То есть нет такого, что ну вот схожу, ну типа, может быть. А вот начну с ней встречаться, может быть, когда-то типа полюблю на самом деле. Ну такого типа не бывает. То есть, например, какая-нибудь там понравилась тебе фанатка, вы с ней начали общаться, и ты, не знаю, ты не пойдёшь ни на свидание, если не почувствуешь, что это отношения. Смотри, свидание для меня это, как знаешь, вот что-то вот прям вот душевное, перед отношениями. Это больше вот реально узнать друг друга, поговорить по душам. В любом случае это с надеждой и с целью продолжения, ну продолжения в отношениях, а не просто продолжения. То есть, короче, просто встреча с девушкой – это не равно свидание. Нет. Всё, понял. Давай, Купидончик, мы воспользуемся твоими новыми качествами, возможностями. Ты умело пытаешься пока что, да, но практикуешься сводить людей друг с другом. Мы подобрали свободных артистов на нашей эстраде, и сейчас… Я их должен свести. Мы сейчас будем с тобой сводить. Отлично. И аргументировать, почему они друг другу подходят. А меня с кем-нибудь можно свести уже? И ты там тоже есть. А, отлично. Давай, вот мы сейчас подобрали, выбираем. Собственно, как ты видишь, давай сначала всех осмотрим. Воу, ну я сразу знаю ответ. У нас здесь Мария Краймбери, Юля Зиверт, Лёси Чеботина, Юлия Гаврильевна, Валя Карнавал, Оля Бузова, Егор Крид, я, Олег Майами, ты, Саша Стоун, Джонни. Вот давай, у нас есть похожие сердечки, и я буду помогать тебе прикреплять одного цвета сердечки. А это первая, это кто? Это Юля Зиверт. А, Зиверт. Просто Зиверт. Так можно понятнее. Вот у нас одинаковые с тобой сердечки тут. Я буду помогать тебе прикреплять их соответствующим парам. Давай, начнем. Ты, как ты сказал, уже все понятно. Давай начнем с самой понятной пары. Егор Шип. Так. Аж там рухнуло что-то в студии. Стой, мы серьезно отвечаем на это? Нет, ты же, блин, у нас кубидончик. Давай серьезно попробовать. Прям вообще серьезно. Ну, как ты это видишь? Хочешь поюморить? Ну тогда у тебя доверие твоего кубидонизма. Я просто безумно люблю вот этого человека, Марии Краймбери. Ну ты бы хотел с ней быть в отношениях, парой? Ну, тогда нет. Ладно, все, я понял. Поехали. Вот давай, у нас время пока есть. Так. Начнем с чего-то простого. Давай возьмем, например, кто... Все они одинокие, как бы они все утверждают об этом. Вот. Кого бы мы... Давай начнем вот с Егора Крида. Кому вот мы дойдем черное сердце. Вот кто подойдет Егору Криду, на твой взгляд? Честно, никто из тех, кто здесь есть, мне почему-то кажется... Ну, их равное количество, но может быть... Давай предположим. Ну, кто бы мог бы подойти бы в теории... Кому мы отдадим черное сердце Егора? Я думаю... Я думаю... Думаю, думаю, думаю... Бузова. Бузова. Неплохо, рядом мы расположили. Так, хорошо. Давай идем дальше. Кому бы мы отдали сердце Джонни? Джонни? Да. Джонни, я считаю, что это Мари Краймбри. Мари Краймбри. То есть у нас Джонни... Так, тяжело купидонством-то заниматься в наше время. С Мари Краймбри. Я их просто... Понимаешь, я их немножко по внутренним характеристикам... Я понимаю, о чем ты... Вот, да, ты объясняй, кстати. Они бы друг к другу подошли с точки зрения того... Вот даже с точки зрения музыки, которую они делают, как они себя ведут, как они выступают. Они очень сильно похожи. Это, кстати, правда. Это две очень душевные зажигалки такие прям. Вот, поэтому я так выберу. Так, давай оттолкнемся там... Давай дальше, Люси Чеботина. Кто бы ей подошел? Как она утверждает, она свободна. Люси Чеботина тоже классно. Вот, Люси Чеботина. Вот ее оранжевое сердечко. Оно пойдет к кому? У нас остались ты, я, Олег Майами и Саша Стоун. Отличная банда такая. Не говори. Люси Чеботина пусть будет... Саня Стоуна. С Сашей Стоуном? Да. Ух ты, почему? Слушай, я не знаю, на самом деле они не прям так сильно друг к другу подходят, но просто мне кажется, что из тех, кто здесь предоставлен, это самое сильное совпадение. Так, давай, Юля Зиверт. Дадим ей сердечко вот такое. Нет, Купидончик оставь на сладкое. Пусть будет фиолетовое сердечко. Кому ты отдашь Юлю Зиверт, на твой взгляд? А здесь все, понимаешь, здесь остальные люди уже друг с другом уже не коннептятся. Ну давай пытаться. Из того, что есть, попытаемся, знаешь, допустим, тебе пришли заявки от всех оставшихся, от Юлии Зиверт, от Юлии Гаврильевны, от Вали Карнавал, от меня. И что делать? Надо помогать, ты же обещал, ты же Купидон. Так, ладно. Юлия Зиверт, кому отдаем? Юлия Зиверт, отдаем. А, все, три парня осталось. Я помоложе. Так. Мне почему-то кажется, что... Ты себе забираешь Юлию Зиверт? Я просто, понимаете, что я сейчас в ловушке в полной? Да, мы понимаем. Он специально это сделал. Конечно, это же я. Ладно, Зиверт пусть будет... Ну, логичней, как будто бы Олег Маян. Все, принято. Так-так-так-так-так-так-так-так. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Они вот специально вот это все делают. Почему специально? Ну, специально они все продумывают. Я взял свободу. Подожди, ты мог давным-давно раздать другие руки. Нет, просто я же создал шоу «Секретное свидание». Я должен к этому честно и правильно подходить. Мужчина. Ну, вот смотри. Вот с кем бы я себя поставил? Ну, с Чеботиной, с Краймбери, с Зиверт, ну, с... Давай. Давай сейчас будет чуть более простая задача. Вот красное мое сердечко. Терасюк и Валя Карнавал. Ого! Это тебе подгон просто, брат. Ну, спасибо. То-то... То-то... Как-то у всех у вас не складывается. Так, а... Остаешься ты и Гаврильда. Пусть будет так. Зафиксировали? Настоящая сваха. Они... Ой, это жара, конечно. Ой, не говори, все. Так, Егор, твои фанаты, твои поклонники, поклонницы, они без привлечения очень активны. И вот скажи, как часто они тебе дарят подарки или устраивают сюрпризы? Вот как, например, к... Постоянно, особенно после концертов, я постоянно уезжаю с кучей подарков. У меня висит там 4 картины в комнате, еще где-то там в доме стоят. И... Постоянно. И больше всего они мне дарят какие-нибудь цепочки, знаешь, из бисера. Они сами руками делают. Я их постоянно ношу. И я на последнем... Был на каком-то мероприятии, ко мне подходит тип, который занимается цепочками, а я в бисере, в обычном. Он говорит, давай тебе нормальную цепочку теперь сделаем. Чего ты в этом бисере ходишь? Я такой, мне поклонница подарила его. И все. И говоришь, ну цепочку делай. Так, скажи, пожалуйста, а часто вообще на улице просят сфотографироваться с тобой? Действительно? Ну, всегда. А было такое, что вот, не знаю, с тобой сфотографировались, а тебе вдруг, ну, например, девушка понравилась. Ну, понравилась, приглянулась. Может быть, микророман закрутился? Вот микророман, это тоже непонятная очень для меня история. А что для тебя понятная история? Вот есть же какая-то искра, которая побегает? Я очень консервативного взгляда, вот в этом плане. Так ты же бунтает, да я с одной с другой. Ты в некоторых интервью давал, рассказывал. Где ты настоящий? Смотри, я тебе объясню. И там и тут я настоящий. Для меня отношения, что-то серьезное, когда ты человеку говоришь, там, я тебя люблю, или хотя бы даже, там, ты мне нравишься. Да. Ты должен быть просто фундаментально уверен в этих словах. Прям вот, прям вот, прям вот вообще. Очень-очень сильно. Ну, понятное дело, что я же, ну, не буду там до 35 лет. Я очень надеюсь. Монахом. Монахом, да. Да. Но отношения, это чуть другая история. Ну, ты понимаешь, про что я. Да. Не, просто микророман, ты понимаешь, мы находимся на телевидении, в эфире, я не могу сказать по-другому, поэтому я называю это микророман. Да, точно. Точно, я просто как бы напоминаю себе цензуру. Слушай, ну... Микророманы-то какие-то возникали после того, как с тобой сфотографироваться захотели. Например, было такое, что с тобой сфотографировалась девушка, и ты такой... Ха. Бывало, Зарь, да, я думаю, бывало. Вот как сами девушки идут, да, как удобно быть артистом. Да. Скажи мне, пожалуйста, об одном из своих недавних постов ты публиковал видео, в котором расписываешься на груди у девушки. А в жизни реально такое было, бывало? Просили. Просили, но я особо, короче, этого не делаю, потому что, ну, знаешь, девочки подходят, и тебе непонятно, есть им, они совершеннолетние или несовершеннолетние. Вот ты сейчас, вот как какой-то рэпер недавно видел в какой-то социальной сети, то, что он расписался на груди, а потом оказалось, что это девочка несовершеннолетняя. Дабы избежать вот такого, я либо должен быть в этом уверен, либо просто этого не делать. То есть немытые груди по России не ходят с автографом Егора Шипова? Ну, наверное, да. Ну, если там, я не знаю, на груди написана дата рождения с печатью от, там, не знаю, от кого. Я тоже не знаю, скан паспорта на груди. Ну, типа того, да. То окей. Хорошо. Слушай, мы тоже не хотим никаких вот таких вот случайных ситуаций, и поэтому мы выбрали людей, которых ты знаешь. Ты выбрала их грудь? Да. Выбрала их груди? Груди наших артистов, которым уже исполнилось по 18 лет. И сейчас ты сначала, ты будешь оставить автографой. А что, у нас настолько все классно сегодня? Ну, зачем говорить о том, что... Ну, зачем схвастаться? Ну, что ж ты сам делаешь? А я такой, о, я тут знаю, кстати. Поехали. Так, оп-оп-оп-оп-оп-оп. Это мои листочки, это твои. Итак, первая грудь. Ты расписываешься на ней и пытаешься угадать, чья это грудь. Ты ищешь грудь? Дэн, ты распишись. Нет, я не ищу грудь, я пытаюсь понять, чья это... Этому человеку есть 18. Ты сказал, ты ищешь грудь, это было очень грубо, как будто, нет? Ну, я просто спрашиваю. Я не знаю, о чем ты, я просто спрашиваю. Так, расписался. Бог ты мой. Так. И как ты думаешь, кто это может быть? Это все популярные личности. Твое предположение, навскидку. Из моих уст была небольшая подсказка, которой ты мог воспользоваться правильно. Сейчас? Да. Ну. Которую я пропустил. Это... Ольга Бузова. А, Ольга Бузова. Отлично. Так, ты представляешь, ты вот так вот расписался на груди Ольги Бузовой. Давай, этот мы автограф поставили. Берем шип расписался на груди Ольги Бузовой в паблике. Все, пошло, понеслось. Это чья грудь? Распишись сначала и потом подумай. Обычно так же делают. Сначала расписывайся, потом думай. Да. В ЗАГСе причем. Это только пока я знаю из нас двоих. Чья это грудь? Это очень маленькие ручки. Начал с ручек. Я даже не знаю. Гаврилина? Нет, мы берем тех, кому точно есть 18 лет, потому что мы все время сомневаемся. А Гаврилина есть? Это глюкоза Натальи Иванова. А, да? Да. Ну, Гаврилина... Есть ли здесь Гаврилина? Нет. Я тебе не про это. Ладно, забей. Следующий автограф. О, вот это, конечно, вообще здорово. Так, вот на таких грудях ты еще, наверное, не расписывался и надеясь не будешь. Не приходилось. Но только в рамках нашего шоу. Итак, как ты думаешь... Кто это? Да. Ты покажи, кстати, в камеру, на всякий случай, чтобы понимали, что тут происходит. Вот в эту. Нет, Егорчик, вот эта. Вот. Вот та камера. А вот, видно. Да, наконец-то попал. Я вижу в плейбеке. Да, вот. Это кто, как ты думаешь? Кто из артистов обладает? Мощной грудью. Похоже на какого-нибудь Павла Дурова. Павла Дурова. Хорошо. Сергей Лазарев. Один в один. Так, вот эта грудь. Она тебе уже более знакома. Да, почему? Да, ну потому что, во-первых, распишись. А, блин. Что? Что ты такой потускнел резко? Это чья грудь? Карнавал. Егор, перестань, а! Вот мы такой фигней не занимаемся. Это Клава Кока. Откуда? Откуда у Клавы грудь? Или что ты хочешь? Я не понимаю. Все, пожалуйста, не топи меня дальше. Не буду. Я не знаю. У, это, короче, очень хорошая грудь. Это кто? Я не знаю. Но тут я распишусь. Микророман. Смешно. У меня сейчас произошел микророман с листочком. Слушай, я... Я тогда в руки брать не буду. А я могу с собой забрать, если с собой? Да, можешь. Отлично. Тогда я вряд ли, я думаю, что ты не угадаешь, поэтому ты можешь взять сразу Яну Кошкину с собой. А, Яну Кошкину. Кстати, я видел эту фотографию. Ну, просто видел. Где-то случайно. Ту-ту-ту-ту. Так, это как-то думаешь, с чьё? Ты, кстати, может, даже с ним фит пишешь. Мы просто не знаем. А, я знаю, кто это. Кто? Костюшкин. Молодец! Стас Костюшкин. Самое удивительное, что из всех грудей ты угадал только Костюшкина. А, да. Окей. Так. Ну, Стас, автограф-то не остался. И финальный вопрос. Ой, это там Фиса Чехова какая-нибудь. Ну, плюс-минус ту степь. Ту степь? Ту степь. Ту фьюриоз. Анна Семенович. А, Анна Семенович. Так, Егор, я предлагаю поднять бокал за всех твоих дорогоценных фанатов и послушать вопросы, которые они подготовили для тебя. Редактор мне на ухо скажет, нашепчет, а я тебе в ответ. Поехали. Кто обычно главный в отношениях? Ты или девушка? В отношениях всегда приветствуется последнее слово, я так считаю, ну, такое немножко патриархата, да? Ну, это нормально, с этим невозможно спорить. Но я не за дискриминацию и нет такого, что, типа, вот ты должна делать так, я так сказал. Нет, должно быть здоровое отношение. Но, как бы, мудрым человеком в семье должен быть всегда мужчина. Так, следующий вопрос. С кем были последние отношения и как долго? Ой, да я уже не помню, что-то давно было. Угу, я тоже. Следующий вопрос. Будешь ли ты еще дальше менять свой стиль? Не знаю, как пойдет. Я его меняю не потому, что такое, сижу и думаю, ну, надо стиль поменять. А просто вот в моменте, там, захотел вот так сделать. Захотел одежду какую-то новую начать носить. Чуть более. А бороду отращивать будешь? Да. Да? А растет? Да, но я думал замазаться миноксидилом, или как это называется, чтобы она нормально пошла расти. Но потом подумал, что как будто бы пусть как вырасти, так и вырасти. Что выросло, то выросло. Что выросло, то выросло. Так, ну будет бородатый Егор Шип, это мощно, конечно. Так, есть у нас еще какой-нибудь вопросик давайте. Расскажи о своем самом необычном свидании. Вот, опять же, я говорю, что я не хожу на свидание. Ну, может быть, ты когда-то-то ходил? Необычное свидание. Да не было такого, чтобы что-то прям необычное было. Все типично. Понимаешь, у меня не было много поводов это делать. В общем, ты интуитивно чувствуешь, как это сделать и проецируешь это в своем шоу. Потому что ты хочешь для кого-то особенного раскрыть свой дар. Очень-очень необычное свидание будет, которое я придумал вот в следующем выпуске как раз моего нового шоу. Хорошо. К сожалению, свидание будет не для меня. Так, финальный вопрос. Перечисли артистов, треки которых ты поешь в караоке. В караоке ты поешь? Да, пою. И чьи песни поешь? Бывает «Рожден». Мод, пицца, 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 макан. О, а фит спиццы будет? Эти, бумбокс, фит спиццы нет. Нет. Все, понятно. Егор, время подходит к концу. Что ты такой довольный? Я, значит, грущу, фанаты грустят. Я тебе больше скажу, мне сейчас еще нужно час вам отписывать будет эти, что-то отписывать, короче. Да. Поэтому, да. Поэтому давай-ка мы попрощаемся, тут часик-то идет. Давайте, все, дорогие друзья, у нас сегодня в эфире специально для вас был ваш любимый, легендарный Егор Шип. Да? Да. Всем спасибо, друзья, что смотрели. Спасибо, что задавали вопросы. Обязательно ждите новые выпуски «Секретного свидания» и до скорой встречи. Ну, у меня кепки нет, но я сделаю. Да, и с вами был Костя Браво. Ну что, смотрите «Жару ТВ», слушайте «Жару ФМ» и читайте «Жару Мэг». Егор Шип, Костя Браво. Всем пока. Это были дни. Я так это разделал. Я был без кепки и сделал вот так, это так револил. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова